Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Американский фигурист Илья Малинин прыгнул на тренировке каскад четверной тулуп четверной риттбергер. Ранее Малинин исполнял каскады из двух четверных тулупов и четверной тулупойлер четверной сальхов. На чемпионате США Малинин занял второе место, но не попал в состав сборной на Олимпийские игры в Пекине. Перед тем, как продолжить по традиции, призываю вас не пожалеть несколько секунд своего времени и поставить лайк этому ролику. Большое вам спасибо. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Олимпиаде 2022 в Пекине. Вот что он сказал в интервью китайскому телеканалу. Журналисты поинтересовались у Евгения, как на его взгляд будет кататься Олимпийская сборная России. Думаю, кататься будет хорошо. По крайней мере, я говорю про фигурное катание. Не могу затронуть всю Олимпийскую сборную, потому что я ни в материале, ни в теме. Но что касается фигуристов, кататься будут хорошо. По крайней мере, девочки очень сильные. Сейчас у нас едут три спортсмена мужского одиночного катания, тоже очень сильные. Я думаю, что командный турнир мы выиграем. У нас также есть сильные пары, сильные танцевальные и спортивные пары, женское одиночное катание и мужское. Причем выиграют, наверное, даже с запасом. У меня было четыре Олимпиады, это, конечно, грандиозный праздник. Это совершенно другие соревнования. Это не как чемпионат мира или Европы, обычные рядовые соревнования, нет, это грандиозное событие. И, конечно, Китайской Народной Республике просто повезло, вы большие молодцы, потому что провести летнюю Олимпиаду в 2008 году и в 2022 году провести зимнюю Олимпиаду. Молодцы, это дорогого стоит, ваше правительство, руководство и граждане сделали огромный вклад в свою страну, в детей и в будущее, в развитие, большие молодцы. Я уверен, что в Китае пройдет Олимпиада на высшем уровне, даже нет сомнений. Желаю вам всего самого доброго и обязательно пройти эту Олимпиаду здоровыми, сказал Плющенко. Гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Когана проверка информации о положительных тестах на коронавирус у него и у хореографа Даниила Глейхенгауза. «У нас все в порядке», — сказал Коган. «Должны с Глейхенгаузом вылететь вместе с командой, от ложноположительных тестов никто не застрахован», — цитирует Когана Матч ТВ. Ранее сообщалось, что Коган и Глейхенгауз, который работает в группе Этери Тутберидзе, сдали положительные тесты, но болезнь проходит бессимптомно. Не знаю, откуда взялась эта информация, удивлена ей. Недавно общались с руководством Федерации, все было в порядке. На днях Коган и Глейхенгауз должны вылететь в Красноярск на сборы национальной команды, — сказала пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина. Конечно, эта информация сегодня поразила всех, но, к счастью, все обошлось. Трехкратный чемпион мира, американский фигурист Нейтан Чен провел первую тренировку в Пекине, где выступит на Олимпийских играх. Чен тренировался в медицинской маске. Напомню, на Олимпийских играх 2018 года Чен занял пятое место. В текущем сезоне Чен стал третьим на этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе и выиграл этап в Ванкувере. Также Нейтан в шестой раз подряд стал победителем национального чемпионата. А вот российские фигуристы продолжают сбор в Красноярске. Никита Кацалапов тренируется в корсете, что вызывает небольшую тревогу, но хочется надеяться, что фигурист просто бережется перед важными соревнованиями. Представители страны в мужском катании также проводят много времени не только на льду, но в тренировочных залах. Марк Кондратюк, Андрей Мазалев и Евгений Семененко активно готовятся к играм. Напомню, Михаил Коляда, который первоначально входил в состав сборной, сдал положительный тест и пропустит игры. Его заменил другой ученик Алексея Мишина и Евгений Семененко. Также на сборе находится Елизавета Туктамышева, она значится запасной. Она продолжает оттачивать свое мастерство. Пары Тамары Москвиной также работают на льду, для того чтобы подойти к играм в отличной форме. Хочется пожелать нашим спортсменам здоровья и успехов на играх. Команда вылетит в Пекин уже 1 февраля, а игры стартуют 4 числа. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.